Я хочу проповедовать на тему, которую я назвал «Обида на Бога». Если вы думаете, что это редкое явление, очень нередкое. Просто некоторые люди это делают ярко, открыто, публично, а некоторые это просто носят в себе. Но такая проблема существует. И из-за чего происходит обида на Бога у людей? Потому что в их жизни получается не так, как они хотели, и не так, как они просили. И есть даже очень такие драматические случаи, когда люди такое говорят Богу, что мне за них становится страшно. Вот в этом порыве обиды. И это на протяжении всего человечества эта проблема, она есть. И если мы вернемся к самому началу Священного Писания и вообще истории людей, то Каин обиделся на Бога. Каин служил Богу. Каин принес жертву Богу. И поверьте, эта жертва, она ему чего-то стоила. Это не было по принципу «на тебе, Боже, что мне не гоже». У нас так в современном мире делают. Раньше так или не делали. Если люди что-то делали, как служение Богу, они к этому относились очень ответственно и жертвенно, потому что Бога почитали. Сегодня в современном мире люди быстрее как-то пытаются откупиться, что ли, то есть как бы и заниматься своей жизнью. Поэтому, когда Бог не обратил внимания на жертву Каина, он обиделся. Конечно, не Бог был виноват в том, что не была принята жертва Каина. В этом был виноват Каин. Он принес жертву, которую Бог не просил приносить, зная при этом, какова есть воля Божия. Его жертва – это была попытка сделать для Бога то, что Богу не нужно. И книга «Бытие», 4 глава, 4 и 5 стих. Я буду не весь стих читать, с половины четвертого. «И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и дар его не призрел». Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. Мы когда-то говорили уже, вот эта короткая фраза «сильно огорчился» говорит об очень больших эмоциях. «Огорчение» – это не решение. Никто ни с того ни с сего усилием воли заставляет себя огорчиться. Такого не бывает. «Огорчение» – это эмоция. «Сильно огорчение» – это сильная эмоция. И вот он был очень сильно обижен на Бога, но убил брата. Богу ничего он сделать не мог. И сегодня мы примерно подобного рода ситуации тоже иногда наблюдаем. Люди обижаются на Бога, но мстить они будут нам с вами. Потому что на нас наречено его имя. Когда мы говорим, что на нас наречено его имя, это, конечно же, большое благословение. Но не только, когда что-то хорошее Бог дает своему народу, но и когда приходится терпеть за Бога, это тоже приходит в нашу жизнь. Не только получать благословение, но и нести трудности. Как Моисей, он предпочел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Поэтому обижаться будут на Бога, мстить будут нам. Как с самого начала было. Ничего нового под солнцем не бывает. Когда-то был случай, но очень-то было еще в Украине. Я вышел утром заводить машину. У меня полностью разбито, полностью заднее стекло. И внутри этого машины моей камень такой большой. Со всей силой. Знаю, какую силу нужно было, чтобы так пробить его. И, ну, понятно, поменяли там все. Но, оказывается, брат, ну, в кавычках, из церкви, вот, потом он посчитал, что я стал ездить в Швецию. Он не ездит, несправедливо. То есть он обиделся и на Бога, и на меня, и на всех, но пострадала, слава Богу, моя машина, а не я. И мне тоже пришлось за нее платить. Очень часто было такое, что ты выходишь со служения, у тебя колеса проколоты. Просто так. Вот кто-то получил вдохновение. Но, когда люди обижаются на Бога, тут же появляется дьявол. Это использует дьявол. То есть обижаться на Бога опасно для самого себя. Потому что мы становимся открытой дверью для дьявола. И это очень и очень серьезно. Следующий пример Иов. Вы все знакомы с историей Иова. Книга Иова 2.9. Книга Иова 2.9. И сказала ему жена его, «Ты все еще тверд в непорочности твоей. Похули Бога и умри». Это обиды на Бога. Жена Иова, праведного человека, говорит ему, «Похули Бога и умри». Еще раз, это обида на Бога. Без за что. Так все, как вы думаете. Вот, я бы не обиделся. У нее было 10 детей, 7 сыновей, 3 дочери. Все погибли. У Иова было огромное имущество. Его ограбили. Все практически забрали. Это все произошло в очень короткое время. А Иов говорит, «Да будет имя Господне благословенно». И он говорит, «Не только доброе будем принимать от Бога, но и худое. Господь дал, Господь взял». Поэтому, прежде чем осуждать его жену, попытайся представить себя на ее месте. 10 детей, 7 сыновей, 3 дочерей, 1 в 1 мгновение. И чисто по-человечески ее можно понять. И вот она говорит, «Похули Бога и умри». Из таких словах в книге Иова он говорит, «Чего я боялся, то и постигло меня». Я вам скажу одну очень важную деталь, потому что в основном толкуют извращенно сегодня эти слова. Толкуют примерно так. «Из-за того, что ты боялся, это тебя постигло». Чувств полнейшее. Иов имел общение с Богом, и он внутри знал, что что-то такое произойдет. Книга Иова начинается с описания жизни семьи Иова. И когда его дети там совершали круг пиршественных дней, Иов после этих праздников освящал их всех, приносил жертвы, молился и так далее. И говорил, «Может быть, кто-то из них там похулил Бога где-то в душе или как-то еще». То есть он их фактически готовил к вечности. Он знал, что это будет. Не потому, что Иов боялся, и из этого пришла эта беда. Это какое-то современное учение. С Библией не имеет ничего общего вообще. Иов имел общение с Богом, и поэтому он это ощущал, переживал внутри. Я скажу больше. Иов был приготовлен к этому. «Предупрежден, вооружен, жена нет». Поэтому она так среагировала. Потому что когда мы приготовлены, нам легче, когда нас настраивает, надо будет сейчас потерпеть. И мы себя настраиваем, и нам легче настроиться. Но когда внезапно происходит, мы вообще не готовы и не ожидали, терпеть тяжело очень. И так же я хочу сказать, что все, что происходило с Иовом, происходило по воле Божьей. Я знаю, что это очень трудно воспринимать. У Господа был спор с дьяволом. И дьявол обвинял Бога, что Иов не даром богобоязнен. Если у него забрать, он перестанет тебе служить. И если коснуться самого Иова, он перестанет тебе служить. Бог говорит, Иов не такой. Бог был уверен в Иове. Поэтому Иову достались такие трудные испытания. Но в этих испытаниях Иов победил дьявола. Не Бог, а Иов. И дьявол был поражен. Все, что говорил дьявол, оказалось неправдой. Такие испытания даются очень сильным людям. В последние времена многие люди будут обезглавлены. И сегодня многие трясутся, говорят, не доживай мне до этих времен, не переживай, если ты не готов, не доживешь. Это честь. Это роль избранных. И им готовится особое место. Особое место не за хорошие глаза дают, а за определенные поступки. Их ждет награда. Бог знает готовность каждого из нас. Иове Бог был уверен. И я прочитаю. Понятно, что это буквально воспринимать не надо. Но сатана пришел перед Богом. Там сыны Божьи пришли. И среди них сатана. И вот идет диалог между сатаной и Богом. В книге Иова этот диалог описывается. И вот как происходят вот эти вот трудности, вот эти скорби, как это произошло в жизни Иова, это сделал дьявол. Но по воле Божьей. Дьявол не беспредельщик. Беспредельщиков в духовном мире нет. Он действует на основании закона, который установлен Богом по определенным правилам. Иов 1.12 «И сказал Господь сатане, вот, все, что у него в руке твоей, то есть Бог говорит сатане, все, что есть у Иова, его имущество, его дети, это в твоей руке». То есть делай то, что ты хочешь. Только на него не простирай руки твоей. То есть киеву даже не прикасайся. И дьявол сделал ровно столько, сколько ему разрешили. Поэтому не приписывайте дьяволу божественное качество, что якобы дьявол борется с Богом. Никогда не боролся и никогда не будет. Это дьявол так преподносит себя, и люди, не знающие Бога, что в духовном мире между Богом и дьяволом идет война. Никакой войны уже не идет. Уже давно все сделано. Придет время, дьявол, Бог послет одного ангела, не архангела, не серафима, не группу ангелов, одного единственного, который возьмет сатану, но там условно сказано, посадит на цепь. И все. Одного единственного, не пять, не десять, а их миллиард этих ангелов. Просто придет время, и все. И вот Бог разрешил забрать все у Иова. И Иов сказал, да будет имя Господне благословено. Дальше. Книга Иова 2.6. И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги. Это когда все было забрано, и дьявол говорит, ну, конечно, они такие все праведники, им наплевать на детей, на имущество и на все, то есть, а ты его коснись, вот он запищит тогда, другую песню запоет. И Бог говорит, пожалуйста, он в твоей руке, только душу его сбереги, что обозначает, ты не имеешь права его убить. Делай все, что хочешь, только не убивай. Не имеешь права. И Иов прошел страшную проказу и не умер. Медицина иногда бывают в больницах, когда врачи не могут понять, каким образом человек остается живым. Очень простым образом. Бог определил ему жить, и все. Но дьявол делает ровно столько, сколько Бог ему разрешает. Поэтому во всех трудных моментах и так далее, мы вопрос решаем в первую очередь не с дьяволом, а с Богом. Все от Него исходит. Он не теряет контроля. Мы говорим, Бог всемогущий, Бог вездесущий, Бог всезнающий и так далее. И это надо, как говорят, зарубить себе на носу. Это очень важно. Когда Бог разговаривал с Моисеем, Моисей говорит, я косноязычный, не могу там быть оратором. Короче, боюсь. Он говорит, не я ли делаю немым, не я ли делаю слепым, не я ли делаю глухим. Чего ты боишься? Я тебя посылаю. Если я тебя посылаю, я наделю тебя всем необходимым. Ты пройдешь там, где никто не пройдет. Ты выживешь там, где ни одного живого не останется. Если на то будет моя воля. И наоборот, если ее не будет, выйдешь, споткнешься и предстанешь перед Богом. В ровном месте. Поэтому моя жизнь, твоя жизнь находится в руках Божьей. Иисус сказал, маловерное, чего вы боитесь? Даже волосы на голове вашей сочтены. Чего вы боитесь? Книга Плач и Еремии. Третья глава. 37 и 38 стих. Я хочу эту мысль подчеркнуть, что все находится в руках Божьих. В некоторых случаях есть побуждение, есть откровение, есть водительство. Мы обращаемся к дьяволу, повелеваем и так далее. Но не увлекайтесь обращением к дьяволу. Слишком много чести. Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Вот кто такой умный и заявляет, что произошло то, что Бог не хотел или вышло из-под божественного контроля. Тогда это не Бог. Если вы внимательно прочитаете Евангелие, особенно последние его главы, то об Иисусе сказано, Он говорит, «Дана Мне всякая власть на небе, земле, 2000 лет назад. вся власть принадлежит Христу». Вы скажете, «Почему так много того, того, того?» Это воля Божья. Это время, когда человек должен сделать выбор. Это такой период, когда Бог позволяет человеку принимать неправильные решения. Он их не одобряет, Бог. Нет. Это свобода. К сожалению, люди выбирают войну, люди выбирают насилие, люди выбирают зло и так далее. Они будут наказаны, придет время. Так как Псалом Асафа, когда увидел беззаконие вокруг и несправедливость, и он говорит, «Едва не пошатнулась моя вера, так и у нас сегодня». Мы, когда смотрим на беззаконие, наша вера начинает колебаться, в последнее время по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Но Асаф был в Божьем присутствии, вошел в освятилище и увидел конец этих людей. И когда он увидел их конец, его состояние Асафа полностью поменялось. До этого он чуть ли не позавидовал нечестивым, которые живут хорошо. Но потом, когда он увидел их конец, он говорит, «Господи, прости меня, я как скот был перед Тобой, как животное, измозглое, потому что я позавидовал нечестивым». У него полностью поменялось мнение. Поэтому мы полностью доверяем Богу. Не переживайте, над всяким негодяем и негодяйкой Бог совершит суд. Никуда никто не денется, не избежит и никуда не спрячется. Просто по своей великой милости Бог дает время покаяться каждому человеку. Даже Каину Бог давал время покаяться. Конечно, намного непонятно из того, что Бог делает, но это не значит, что это неправильно. Это просто нам непонятно. Я не понимаю китайский язык, но он правильный. В этом четко. и то, что я не понимаю китайский язык, никак не оскорбляет, не уменьшает или как-то не обесценивает китайский язык. Это мои проблемы, я не понимаю. Так вот, когда мы говорим о Боге, о Его логике, мы ее тость. Там даже не китайский язык. Там китайский язык умножат на миллиард по сложности. Но мы доверяем. Возлюбленные, не мстите за себя, за себя, мне отмщение, я воздам Бог, потому что мы не способны даже воздать. Наше воздаяние будет несправедливым. То перебор будет, то недобор, короче, в любом случае мы не справимся. Ограничены, к сожалению или к счастью, кто его знает. то это говорит и то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Чтобы пришло бедствие, Господь должен сказать, будет бедствие. И сказать, какое? Временные сроки, пределы и так далее. И благополучие от уст Всевышнего. И сказал Бог Сатане, мы читали, все, что у него в твоих руках, к нему не прикасайся. Даже царапины не было на Иове. А потом говорит, его тебе отдаю, душу его сбереги. И все. То есть, от уст Всевышнего и пошел дьявол исполнять. Есть другая история. В Библии, когда муж и Езовели, мы только Езовель помним почему-то, у него Ахав был муж, красавчик. Кровычка. Откаблучник. И он много зла очень сделал. И вот пришло время его наказать. И там пророки вышли, там, у тебя будет все хорошо, ты одержишь победу, Бог тебя благословит, там, и так далее. А пророк Михей говорит, Бог другое говорит. И рассказывает историю. Собрались представители духовных сил перед Богом. И Бог задает вопрос. Кто пойдет и склонит Ахава, чтобы он пошел и умер на этой войне? И один говорит одно, ну, собрание, предложение дают. И один сказал, я сделаюсь духом лживым в устах всех его пророков. И Бог говорит, иди и сделай это. И там дальше написано, и попустил Господь духа лживого в уста всех этих пророков. Ахав пошел на следующий день на войну, вдохновленный своими пророками. Там, по-моему, даже одежду он поменял, там даже не знали, что это царь. И случайная в кавычках стрела попала в него. И только ранила. Но из-за того, что сражение было очень активным, его не могли с поля боя вытащить. И он так и умер там. Банально, несмертельная рана. Почему пришло время Божье? Пришло время совершить суд над Ахавом. Он, поверьте, не очень хорошо поступал, скажем так. Но над всем стоит Господь. верующий в него входит в его покой. То есть, это полное доверие. А полное доверие основано на том, что я верю, что Бог есть всемогущий, справедливый судья, любящий отец и так далее. И мне переживать не надо. Мое дело доверять. Все будет хорошо. Поэтому от уст Всевышнего происходит и бедствия, и благополучия. Пророк и Еремия. Проверенный, кстати, пророк, не сосуд. Поэтому у скорби всегда есть две причины. Или это наказание за что-то, или это испытание для чего-то. Иногда бывает микс, вообще не поймешь. Наказание с испытанием вместе. Не разберешься. Как отличить наказание от испытания? Во время наказания Дух Святой обличает нас, Бог обличает нас. Наказание с одной целью, чтобы мы исправились. Покаяние призывает Господь. И когда человек проходит через наказание, он обращается к Богу, он внутри понимает, что он виноват. Он может нам тут бла-бла-бла рассказывать, что он такой весь праведный святой и так далее. А когда он остается один на один перед Богом, он прекрасно знает, что он виноват, потому что Дух Святой его обличает. Во время испытания Бог утешает, укрепляет. Есть такое понятие, как страдание Христовы, то есть незаслуженное страдание. По мере того, как умножаются страдания Христовы, Христом умножается утешение. Утешение пропорционально страдания. Чем больше страдания, тем больше утешения. Никто не знает так утешения Божьего, как люди, прошедшие через страдания Христовы. Все остальные это знают только теоретически. А эти на себе испытали. Невероятная сила появляется в этот момент. Сам в себе не веришь, что ты можешь такое пройти и выдержать. Но у тебя откуда-то берутся силы. Ясно откуда. Их дает Бог. Поэтому надо доверять. Туда не денешься. Я приведу один пример. Был такой человек, известный в русскоязычном сегменте. Это Михаил Афанасьевич или как его Булгаков. Он был сыном преподавателя духовной семинарии. Отец был очень верующий и порядочный человек. У него родственники были там священники и так далее. Жил в Киеве. В детстве девять или во сколько-то лет на ночь прочитал книжку Гоголя Ви. Не знаю зачем. Некоторые сегодня в фильме ужасов смотрят и так далее. И приснился ему там дьявол. Огненный красный какой-то змей. Он проснулся. Тру перепугал. Потом отец даже перепугался. И отец стал его учить. Говорит, ты должен молиться, чтобы победить. Отец немножко был напуган. Откуда это у ребенка? Надо смотреть, что он читает. И отец для него был очень большим авторитетом. Он любил отца. И он был у отца. Он старше был, по-моему, шесть, сколько детей, уже не помню. Он был любим у отца. Вот отец заболевает. Заболевает, высыхает резко, неделя-две умирает. Булгаков молится все это время. Бог не исцеляет. И отец умирает. И так появляется обида на Бога. Через три года примерно после этого он снимает нательный крест. А так как они православные, это подобно отречению. Отрекается от Бога. Потом тот красный, тот огненный змей в итоге пришел ему, открылся. Кстати, мастер и Маргарита продиктована дьяволом. Пугаков называл свой роман «Мастер и Маргарита» «Евангелие от Сатаны». Чтобы вы знали. Это и факт. Поэтому, когда многие сегодня верующие вдохновляются, то есть, мне что-то как-то странно. Если неверующий был, и тебя это привело к духовному, я это пойму. Но, когда верующий и захлеб читаешь «Мастер и Маргариту», извини. Что-то не то в этом. Но, я сейчас не об этом. Обида. Обида дьявол тут как тут подхватил. Там потом у него там ситуация была, где-то там в России послали его жена была хорошая, вообще все потерял. Послали как врача туда, короче, он там ну, короче, там смерти, роды, дифтерия, ну, короче, все в кучу. И он уже решил от этого всего отказаться, и там привезли мальчика, который умирает, по-моему, дифтерия, по-моему. И он так подумал, ну, последний, которого я уже вылечу, ну, и все, то есть, завязываться этим делом, надоело. Вот, и там сделал всю процедуру, но мальчик уже набралось тут в горле, и надо было этот как-то оттуда, эту жидкость убрать. И он взял трубочку, ну, как раньше делали, высосать, но случайно глотнул, и на него эта болезнь перешла. То есть, он как врач понимает, что все, ему теперь конец, и, по-моему, в этот день, на следующий он уколол морфий, понравилось. Очень долго он на морфии, он уже потом свою жену гонял, сами рецепты выписывал, то есть, она покупала ему морфий. Потом у них там ребенок, она забеременела, он сами аборт сделал неудачно, она все же осталась без детей, и врачи, вот такое все пошло. Вот, и вот под морфием он получил очень много вдохновения для своих произведений. Меня люди удивляют, которые вот такое духовное. Вот, поди, среди наркоманов там все духовные. Когда вот наркоманы под наркотиком, там и помолиться можно, они-то, они все понимают. То есть, все у них, они открыты для духовного мира. Рассуждать могут, там очень неинтересно, только опасно, душок не тот. Вот, поэтому это очень серьезно все. Обида на Бога это серьезно. за обида на Бога тебя прямо вот таки, тебя и меня, любого человека, это подарок дьяволу. Величайшее благословение для него. Это самый такой надежный, послушный раб у дьявола, который будет делать все, что против Бога, по вдохновению. Я вот, когда там читал про этого, смотрел Пакова Афанасьевича и думаю, интересно, у Дарвина что. Я не изучал там особо его там биографию, но вот просматривал там разные варианты. вот Чарльз Дарвин женился на своей кузине Эмме, не буду читать фамилию, не произнесу. У Чарльза была жена Эмма. В этой семье родилось 10 детей. Хороший брат. Трое из которых умерли в детстве. Он вообще в Англии там не было неверующих. Там все ходили в церковные школы, они с детства были воспитаны, все они знали там. По-моему, он был англиканин, входил в англиканскую, особое ответвление не буду сейчас рассказывать, англиканская церковь. Но в 51-м году умерла от брюшного тифа старшая дочь Анни. Вот как один биограф, он не христианин, не наш, скажем так, просто человек, он пишет такую фразу, из-за этой трагедии Дарвин утратил остатки своей христианской веры. Обида на Бога. Поэтому он начал доказать, что он произошел от обезьяны. Это заблагословение. Знаете, как приходит к папе, говорит, папа, а вот бабушка, то есть мамина мама говорит, что мы все произошли от обезьяны. Это их родственники, а мы от боа. И не знаю, как можно радоваться тому, что ты прошел от обезьяны. Вот эволюция. Эволюция, возможно, внутри вида. То есть один комар может превратиться в боевого комара, потом наоборот, но это все равно будет комар. То есть внутри вида постоянно идет эволюция. Но вот комар в слона не может превратиться путем эволюции. Ел, 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 ел комар и стал слоном. Это смешно, вы даже смеетесь. Но вот в это верит революция. То есть от более простого получилось сложно. Эволюция может быть только внутри вида. Эволюция может быть внутри человеческого вида. Чернокожая, краснокожая, желтокожая и так далее. Все произошли от Адама. Не было отдельной ветки чернокожих в Африке. Тут этот Месопотамия от Адама пошли. Там где-то вообще в Америке. Непонятно каким. Кто их туда занес. Весь род человеческий на основании Библии произошел от Адама. И эволюция, перемены и так далее. Выживают сильнейшие. Происходят мутации какие-то и так далее. Это все внутри вида абсолютно нормально. Но вот человек не может превратиться в обезьяну. Даже если вы его сделаете просто один в один обезьяна. Не получится. И обезьяна никогда не станет человеком. Потому что она создана обезьяной, а этот создан человек. Поэтому ладно. уйдем от этих всех Дарвина таковых. История Неймана. Начнем сейчас подходить к положительному. Как правильно реагировать. Нейман это был сирийский военачальник. когда сирийская армия была на территории Израиля, они взяли в плен одну маленькую девочку. Ну среди пленных. Оказалась одна маленькая девочка. И она попала в плен и она стала служить жене Неймана. Нейман был очень сильный военачальник, очень уважаемый, но он был полностью поражен проказой. И именно эта девочка сообщила жене, а та своему мужу, а он своему царю, что в Израиле есть пророк Елисей и он может помочь вам решить ваш вопрос. царь написал царю израильскому на тебе подарки исцели моего слугу от проказы. Этот израиль перепугался, я что бог, что я должен исцелять, наверное хотят войну развязать, там чуть война не началась, потому обычно люди высокого ранга в большинстве моментов вообще не разбираются. То, что им сказали, так они и повторяют. Вот, но неважно. И вот как бы попала девочка в плен, какая беда. Воля больше. Благодаря этой девочке жена узнала про Елисея, про Елисея узнал Нейман и так далее. И вот эта встреча в итоге божественная произошла. когда-то, ну, намного позже уже одна девочка, дочь священника, кстати, известная по имени Раксалана, какое имя было, никто не знает до сих пор, тоже попала в плен. И столько беды сделала в Османской империи. Она поменяла там всю Османскую империю. Одна девочка попала в плен. Она даже в плен ехала на лошади. Все гнали, там умирали, одну единственную везли. Удивительно. Когда она попала в Гарем к султану, она стала его любимой женой, весь Гарем в шоке был. Ни лица, ни фигуры. Но что есть? Харизма. Никто не знает, что это такое, но все ощущают. И Сулейман в нее великолепный влюбился по уши. Ами, брат наш пострадал, у него был помощник один, христианин, по-моему, Ибрагим. Того кончила дочь священника. Вот, но очень такой сложный вопрос. У Бога все под контролем. Вот эти миллионы мелочей, на которые мы даже охватить не можем, это все приводит к определенным событиям. Вот примерно так было у этого, у Елисея и Неймана. И книга, 4-я книга царств, 5-я глава, с 10-го по 14-й стих. Нейман приехал на колесницах с подарками. Считайте, министр обороны приехал к пророку. Подъехал к дому, к подъезду. Ну, как министр обороны, как он думает, ну, сейчас выйдет, как минимум, там, не знаю, вот привет скажет. А Елисей человек Божий. Он по вдохновению, без вдохновения не работает. И выслал к нему Елисей слугу сказать. Даже сам не вышел. Это, если брать официальный прием, это унижение больше некуда. То есть, тебя не то, что там первое лицо не встретило, тебе еще какого-то слугу прислали там, официанта, чтобы он передал тебе записку от того столика. Пойди, омойся семь раз в Иордане и обновиться тело твое у тебя и будешь чист. Выполнимое желание. Смотрите на реакцию Неймана. И разгневался Неймана. Разгневался Неймана. Он вообще в шоке был. Это так было нагло сделано, я вам скажу, дерзко. Но такова была воля Божья. То есть, Бог хотел, чтобы он смирился с этот Нейман. и пошел и сказал, вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего и возложит руку свою на то место и снимет с проказу. Вот Нейман думал. В самом начале я вам сказал, почему люди обижаются на Бога, потому что Бог делает не то, что они хотели и не то, что они просили. У нас же у всех, мы же умнее Бога все, то есть, мы же знаем, как должно быть. У нас все расписано. Восточная мудрость. Хочешь рассмешить Бога, расскажи Ему о своих планах. На небе все меса будут смеяться с тебя. Ты будешь думать, что да умный я сказал. И дальше. Разве Авана и Фарфар реки Дамаски не лучше всех вот израильских. Лучше вам скажу и чище. Кто был в Иордане, там что-то плавает постоянно. Не поймешь, чистый он, нечистый. Вот такой у него состав. И дальше, где оно тут у меня. Разве я не мог бы омыться в них и очиститься? Я обратился и удалился в гневе. Разгневался, раз написано, и удалился в бешенстве. обида. Тут хоть на пророка, то есть на Бога его тоже, я думаю, что это обида и на Бога. Но слава Богу, что у него были умные люди вокруг него. Вот очень важно быть окруженными умными людьми, которые могут тебе посоветовать вот в таких вот ситуациях, когда эмоции зашкаливают. Дальше. и подошли рабы его и говорили ему и сказали «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал бы ли ты? А тем более, когда он сказал тебе только омойся и будешь чист». И пошел он и окунулся в Иордане семь раз по слову человека Божьего и обновилось тело его, как тело малого ребенка и очистился. Полностью поменялся неем. Полюбил Елисея настолько сильно, никогда никого не любил, как Елисея. Наверное, то есть от полного гнева, раздражения и ненависти до, не знаю, то есть любви. От ненависти к любви один шаг оказалось. То есть Бог сотворил чудо. И вот очень важно, очень важно, когда человек начинает входить в это состояние, чтобы вокруг оказались люди, которые сказали стоп, брать, остановись сестра, давай подумаем, давай успокоимся, не спеши и так далее, потому что у Бога всегда есть свой путь. Бог суверенен в своей воле, то есть он будет делать так, как он хочет. В некоторых случаях он советуется с нами и дает нам право выбора, в большинстве случаев нет. Он говорит, возьми мой крест, иди за мной, он твой теперь будет, свой. Иисус говорит, научитесь от меня, я кроток и смирен сердцем, бремя мое легко, иго мое благо. Мы слово иго только воспринимаем как отрицательное, но в Библии оно в данном случае положительное. Иго мое это твое благословение, это лучшее, что может с тобой произойти в твоей жизни. Поэтому не стоит обижаться на Бога. Ему нужно доверять, потому что именно через трудности иногда это тот путь, который приводит туда, где мы будем по-настоящему благословлены. Наш пастырь ведет нас к водам тихим, к злачным пажетям, но долиной смертной тени. Путь в обитованную землю лежал через пустыню. Никто не хотел в пустыню. Я был когда-то в пустыне полдня, я не хочу туда 40 лет вообще не знаю, что там жара такая, ничего не поймешь. Поэтому это наш выбор и мы как верующие люди должны научиться во всем на 100% доверять Богу. Нельзя обижаться на Бог. Не превращайтесь в Каина. Если мы допустим обиду на Бога, дьявол этим 100% воспользуется и мы станем инструментом в Его руках. Мы будем делать то, что хочет дьявол. Точно так бывает обида на церковь, на служителя, еще на кого-то и так далее. Только мы допустили обиду. Апостол Павел говорит, простите от всего сердца, чтобы не сделал вам ущерба сатана. Через обиду дьявол получает власть и наносит ущерб прежде всего тому, кто обиделся. Ибо нам не безызвестны его умыслы. Он пришел украсть, убить и погубить. Обида сделала из Каина убийцу. Тарвин теорию написал до сих пор в школах преподают уже Булгаков «Мастер и Маргарит». Поэтому не стоит обижаться на Бога. Надо полностью доверять. Он делает как лучше. Мы мыслим земными категориями Бог с точки зрения вечности. То, что для вечности хорошо, для земли может быть очень плохо и наоборот. То, что мудро у Бога в наших глазах полнейшая глупость и наоборот. То, что мы считаем мудрым, Бог говорит вообще какой-то идиотизм. Зачем вы это делаете? Это же вас просто уничтожит. Закончим книга Экклесиаста 7 глава 13 и 14 стих. Книга Экклесиаст 7 глава 13 и 14 стих. Смотри на действование Божье, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? У нас много таких умных, которые могут, но это потом печально заканчивается. Подни благополучия пользуйся благом, цени это время. Это не потому, что такой умный, способный, талантливый, трудолюбивый и так далее. То есть это по великой его милости. Есть люди, которые более трудолюбивы, более талантливы и более умны и близко не имеют того, что имеешь ты. Это рада уметь ценить. Один человек работал в Украине, грубо говоря, там 2000 год примерно там или до 2000. Тогда по тем меркам зарабатывал то ли 1000, то ли 1500 долларов. Ни капельки не поумнел, не стал лучше, не стал больше работать, переехал в другую страну и стал зарабатывать по 7-8 тысяч долларов. В чем его заслуга? Ну, перелет был длинным. И когда люди оказываются в таких странах, говорят, вот я чего-то достиг, то есть успокойся, успокойся и воздай славу Богу. Чтобы не было как у Иова, Господь дал, Господь взял. Но нужно быть благодарным за то, что Бог дает. И во дни благополучия пользуйся благом. И не забывай про тех, у кого не дни сегодня благополучия. Отпускай хлеб свой по водам, потому что потом он тебе приплывет в нужное время. Не будь эгоистом. А во дни несчастья размышляй. Трудное время, это время размышлять, это духовный рост. Что там я все время забываю из этих сказал философов. Если говорит сойдешься без два пути, то есть ты станешь или счастливым, или философом. Но в любом случае это будет хорошо. Поэтому здесь написано в одни несчастья размышляй. Именно в трудностях человек, у него меняется все, полностью меняется отношение к жизни. Поверьте, Иов изменился настолько после этих всех испытаний. То есть когда ты никогда ничего или я мы ничего не теряли, мы не можем ценить то, что у нас есть по-настоящему. Только тот, кто терял, а потом снова приобретал, вот он ценит или она по-настоящему. Поэтому еще раз в одни благополучия пользуйся благом. И от меня добавка не забывай о тех, кому сегодня тяжело. Помогай по мере сил, по мере расположения сердца и возможности. Будь благословением. потому что неизвестно, что будет со мной или с тобой через пять, через десять лет или через год даже. Отпускай хлеб свой по водам. А в одни несчастья размышляй. Во-первых, Господь, почему это произошло в моей жизни? Господь, для чего это произошло в моей жизни? Что ты мне этим хочешь показать? чему ты меня хочешь научить? Потому что именно в скорбях Бог нас переплавляет. То есть изготовляет из нас то, что Он хочет. Единственный способ обрести терпение, а терпение это основное качество для любого служения и для того, чтобы исполнить волю Божью, единственный способ получения терпения это скорбь. От скорби Библии написано происходит терпение. Больше ничего не происходит. Дара терпения не существует. Я не могу помолиться Господи дай мне терпение. Если я попрошу дать мне терпение, Он мне даст скорби. Погон и тележку приобретай. Хотелся быть терпеливым? Учись студент. Поэтому я не прошу терпения. Я прошу мудрости и силы достойно пройти через все, что можно, нужно пройти, а всего остального дай пожалуйста избежать. Это возможно с вашей стороны. Потому что некоторые такие гордецы. Вот поэтому дальше то и другое соделал Бог. Вот дни несчастья сделал Бог. Апостол Павел красиво называет день злой. Сделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Я не понимаю, что последние слова значат. это значит. Вот поэтому пусть Господь нас благословит. По сегодняшний день слава Господу Бог давал мне силы, возможности не ротать, не обижаться и я ему благодарен за это. Я хочу, чтобы и дальше так продолжалось. Есть то, что нам предстоит пройти и никуда мы от этого не денемся. Нравится, не нравится, то есть никто не спрашивает. А есть то, чего можно избежать. И еще хочу важную деталь отметить, очень важную деталь. Бог сверх силы не дает. Когда сверх силы, это мы взяли сами. Если написано, что Бог сверх силы не дает, это не значит, что мы не попадаем в неприятности. Мы туда заходим сами, нас туда Бог не посылал. Бог говорит, не иди туда, чаю. Ну, кто тебе доктор? А что я не устоял? Это потому, что не надо было туда идти. Это запрещено. Поэтому, когда сверх силы, это мы сами берем. Но там, где это испытание, как у его, допускает эти трудности, дает силу и благодать устоять, выстоять и победить, и достойно пройти. Поэтому я нуждаюсь в Божьем водительстве. Я нуждаюсь в его поддержке. Я нуждаюсь в его силе. Без него, ну, как бы я там ни старался, ничего не получится. Не веди на свои искушения, но избав нас от лукавого, ибо твое есть царство и сила и слава вовек. Поэтому давайте мы помолимся и попросим, чтобы Бог помог нам проходить достойно свой жизненный путь. И то, что можно убрать неприятное с нашего пути, пусть Бог уберет. То, что по-любому придется пройти, чтобы Бог дал силу и благодать, пройти это достойно. То есть не просто пережить землетрясение, а достойно пережить землетрясение. Отец Небесный, мы приходим к Тебе по имя Твоего Сына Иисуса Христа. Мы видим в Писании, что от Твоих уст приходит и бедствие, и благополучие, и то, и другое приходит от Тебя. Я прошу Тебя, дай нам каждому понимание того, через что мы проходим, если это наказание, чтобы пришло истинное покаяние, чтобы мы действительно раскаялись в своих грехах и были научены Тобою, Господь, чтобы впредь не грешить. Если же это испытание, Господь, пусть Твое утешение, утешение Духа Твоего наполняет наши сердца. Дай нам увидеть, Господь, из-за чего и для чего что-то происходит с нами, но помоги всегда помнить, что над всем стоишь Ты, Ты царствуешь, и Твое царство никогда не поколеблется. Тебе принадлежит вся власть не только на небе, но и на земле, и все по воле Твоей существует. Помоги, Господь, избежать тех трудностей, которые можно избежать, и также благослови нас достойно пройти через то, через что нужно будет пройти, чтобы мы научились терпению, чтобы мы были переплавлены в этом огне, и чтобы мы стали теми, кем Ты хочешь нас видеть. Укрепи нас, Святой Бог, и помоги нам быть верными Тебе, и, как сказано в книге Откровения, будь верен даже до смерти. Мы поклоняемся Тебе, мы уповаем на Тебя, и мы благодарим Тебя за все великий и всемогущий наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Сын Сау 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 Субтитры подогнал «Симон»